Всем привет! С вами Сергей Прейтпо. Сегодня хочу рассказать про книгу за авторством Себастьяна де Костелло. Книга называется «Алый крик. Серый лёд по Ростревскому шести земли». Извините, увлёкся. Говорящее название, и это книга из цикла. Если вы помните про весь цикл рассказывал, который называется «Творец заклинаний». Это самая первая книга. Там до последнего трюка, до шестой книги можно смело читать цикл. Один из, не знаю, мне очень нравится этот цикл. Вот подростковую, с магией интересной, с интересным миром. И вот было в прошлом. Книга вышла такое в буквы. Назывался «Путь Аргосии». Вот теперь «Алый крик». Здесь главная героиня – это Фериус. Как вы помните? Это та, которая помогала. Это Аргосия, которая помогала нашему главному герою. Но здесь она главной героине. И эту книгу, я думаю, читать всем, кто кому понравилась основная история, читать обязательно. Потому что здесь очень многое рассказывается про Аргосию. Вот как раз таки про её детство. Как Фериус стала такой. Там про все вот эти «Путь воды и грома». Там про её философию, про её вот эти все технологии, процесс обучения. Ну и плюс глобально ещё тоже, естественно, есть сама история. Итак, «Алый крик». Тоже классная вещь. Здесь поднимается такая тема лингвистическая. Такая эко-магия на знании звуков, вибраций. И вообще очень интересно. Главная героиня, она, всё начинается с того, что она смотрит, мальчик бежит, а за ним гонятся два каких-то то ли зомби, то ли что-то, обезумевших каких-то. И ей приходится заступиться за этого мальчика. И потом узнаём, что этот мальчик, оказывается, сбежал. Сбежал он с монастыря. Очень интересный такой монастырь, в котором как раз таки изучают слова, изучают их суть, смысл, звуки там и так далее. И наш главный герой. Этот мальчик, вот один из действующих лиц, он не разговаривает. С ним наша героиня Эфериус будет общаться с помощью жестов. И как раз таки очень интересно, как ей надо будет постоянно придумывать, как объяснить, вот что это слово означает. И таким длинным расшифровкам. Человек, который всегда говорит неправду, там, как объяснить слово «лжец». Или что-нибудь такое. Ну, это пример такой. И здесь мы ещё узнаём, что, оказывается, появился кто-то такой интересный, который так владеет словом. И это слово может, оказывается, вызывать безумство. И вот как раз таки придётся нашим героям, Эфериусу, этому мальчику, отправиться и разобраться с этой проблемой, узнать, что это за алый крик, что это за слова, которые могут вызвать безумство у всех, кто это слышал, помешательство какое, владение умами человеческими. Ну, про мощь слова. Короче, это интересно. Магия такая на основе слова. Кто за этим стоит? Почему распространяется эта болезнь? И что с этим можно будет делать? И какой выбор тяжело предстоит у Эфериус? При этом она будет постоянно вспоминать, рассказывать, как говорится, постигать на своих ошибках. А вот она, когда-то ей вот говорили приёмные родители, что вот так нужно делать. Вот почему, что это означает. Интересно. Всё прочиталось в лёд. Я очень рад, что к этому миру ещё возвращается. Если помните, я когда рассказывал про финальную книгу, про шестую, про последний трюк, я сожалел, что ну всё, с героем теперь придётся расставаться. Но я бы с удовольствием ещё какие-то истории почитал. И вот автор классно, что не стал растягивать, не стал подымать того персонажа, с которым уже всё раскрыто вроде бы. А здесь он взялся за Эфериус. Тут написано, что это заключительная книга серии. Вот здесь будет, там написано, раскрыты все тайны, маски сброшены. На самом деле, не так уж много тут пораскрывается, но какие-то моменты про Аргосию прям очень много, да. Если вам нравится такая философия или хотите прям в это погрузиться побольше, узнать, в чём же её специфика, почему вот они такие, как их там воспитывают, кто как воспитывает, почему там ненависть Джентеп там, и вот эти всякие какие-то нюансы здесь хорошо раскроются. Я с удовольствием прочитал эту книгу «Алый крик». Однозначно, в этот весь цикл «Творец заклинаний» входит, наверное, в один из моих любимых циклов в жанре Янг и Далт, ну, аравнен именно с Локотой Компанией и прочим. Если хотите, чтобы я составил топ вот таких, где подростки герои, хотя их не так уж много будет, да, знаете, вот «Гарри Поттер», собственно, «Тоцы заклинаний», как я уже сказал, «Локотой Компанией», ну, ещё парочку, то я, может, такой топ тоже для вас постараюсь составить. А может, я уже все три книги, все три цикла и назвал. Посмотрим. Главное, что книга хорошая, поэтому смело читайте хорошие книги. А с вами был Сергей, проект «По». Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова